То, что Варландо покупал самый дешканский, который был с соусом, там 4,50 или 3,50 долларов. И он был просто, я его делал рис с картошкой, грибами и халапенью. Туда просто ложку прям шлеп, до свидания прям вот, да. Самый дешканский, прям даже не делал. Так, привет, ребята. Сегодня очередное видео с Максом. Мы тут уже за сегодня одно сняли, но я их выпущу с разницей в пару недель, так что вы его видели уже пару, наверное, недель назад. И мы сегодня снимаем еще один долгострой. Видос, который я планировал, ну если не соврать, месяца, наверное, 4 или 5 даже может быть. Ну прям реально очень долго. Объясню почему. Есть у меня идея сделать видосы о всех интересных вообще соусах в мире. Их огромное количество. Я как-то нашел видосы, ой, не видос один, сайт один. Где посвящено, ну все, соусом различным. Не просто острым, а именно вообще всяким соусом. Просто всему, что можно использовать как соус. Можно супы некоторые использовать как соус. Но там, короче, просто типа 500 разных соусов. 500, наверное, я очень долго собирать буду. И вот в какой-то момент я пришел к идее, надо бы как бы про барбекю соуса рассказать. Потому что у меня есть друг Кевин, американец. И он в какой-то момент прислал моему другу, дружа Обломову. Точнее не прислал, а привез. Он прилетал в Питер и привез ему набор соусов Стабс. А Стабс это мои одни из любимейших барбекю соусов американских. И ох, их там, наверное, штук 6 или 7. И я когда-то, когда еще можно было, помнишь, Макс, те времена, когда можно было ездить в Гонконг. Когда ты мог вот в Гонконг поехать вот так и вернуться так же вообще. Да. Золотые времена. Зашел, купил себе Марс, вернулся обратно. Да, да. Не, я это, пикник покупал. Пикник. Просто абсолютно с ума сходил с пикника. Короче, когда ты мог это сделать, я ездил там по визе, виза-ран и всякие дела. До второй станции от, ну вот, когда ты переходишь в Шэньчжэне границу. Ты садишься на поезд. И тебе надо хотя бы станцию проехать, чтобы там круголя дать. Я ехал две станции, и на второй станции был парк-энд-шоп, он вроде называется. У них, короче, большой гонконгский супермаркет. Я спускался в него и покупал там соус стабс себе. Он очень оригинальный, он ни на что не похож по вкусу. У него капец какой оригинальный рецепт. И, в общем, когда Кевин привез весь набор этих стабсов друже, моему другу друже, то я подумал, что, черт подери, надо бы тоже, надо бы сделать видос про историю всяких самых крутых соусов. Именно самых-самых культовых. Тем более, их можно было в целом найти в Китае. Я начал этим делом заниматься. И понял, что пандемия очень жестко ударила по закупке всяких продуктов иностранных. Короче, я их очень долго собирал. И знаете, что по итогу? По итогу я собрал все, кроме этого самого соуса стабс. Сегодня его не будет. А с него все и началось. Из-за него вообще этот ролик существует. Но, как бы, факт остается фактом, что ролик сегодня будет очень крутой. Я вам расскажу про несколько вообще супер-мега-культовых соусов, которые вы можете... Достаточно легко я проверил. Уже там Азон проверил. Вайл... Не знаю, не Вайлберс. Короче, какой-то еще магазин я проверял. В целом они есть. Они недешево стоят. У меня это все обошлось в какие-то вообще баснословные бабки. Потому что один из соусов я покупал в четырех магазинах. Из трех магазинов мне ничего не выслали. Потому что два из них были в Шанхае. Это была середина пандемии. Когда в Шанхае все было запломбировано. Ничего не выслали. Из другого магазина там какие-то чуваки покупают в Макао. Из Макао привозят в Китай. Потом пересылают. И чувак сказал, я заболел, братан. Давай через пару недель я съезжу в Макао, тебе привезу. Я говорю, ну давай, ладно, хорошо. Я как раз ничего не планировал снимать. Думаю, подожду. Проходит пару недель. Он говорит, я съездил в Макао, там ничего не было. Вот свои бабки обратно. Я такой, зашибись. Короче, нашел в итоге в другом месте. Там как раз Шанхай разблокировали. Купил. Вот. И сегодня будет прям целая история. Ты как к барбекю соусу? Очень хочу попробовать. Я очень хочу есть. Я очень голодный. Я сегодня специально ничего не ел. Поэтому я сейчас сижу и облизываюсь. Да, облизывается Макс пока на сырую курицу. Мы подумали, и я решил, что для барбекю соусов нужно барбекю. Я не знаю, на камеру не видно, наверное, гриля. Да, вот он, он здесь. Вот он тут. Блин, я пытаюсь посмотреть, не видно. Я, наверное, сейчас камеру чуть-чуть поверну. Вон ту. И чтобы было гриль чуть-чуть видно. Я решил, что сделать. Курица – самое унылое мясо на земле. Сама по себе курица всегда как бы, ну, ба. Но ее унылость всегда компенсируется тем, что она идеально подходит к чему угодно. Сладкие тайские соусы, всякие чили соусы, барбекю соусы. Да что угодно. Курица работает вообще со всем. Поэтому есть два ведра вот таких металлических гастроемкостей с просто просоленной курицей. Здесь нет никаких специй, здесь нет никакого перца, ни хрена нету вообще. Вот это. Они все будут сейчас обжариваться на гриле, замешиваться в барбекю соусе прям по полной программе. Мы будем это пробовать. Есть китайские крылышки. Скажем так, как это называется? Это новоорлеанский маринад, который изначально в китайском маринаде. Мы сравним. И, что интересно, абсолютно случайно. У нас возникла коробка, потому что Макс был настолько голодный, что говорит, чувак, мне надо поесть курицы перед тем, как мы будем есть курицу. И заказал еще крылья в KFC. И когда уже приехал, я вообще не знал, что он заказывает, приехали крылья в таком же новоорлеанском соусе. Поэтому у нас будут фабричные китайские крылья, то есть сделанные по каким-никаким, но все-таки стандартам крупной компании. У нас есть фабричное, но в каком-то китайском соусе. Есть ничего не замаринованное, просто солененькое. Есть, Макс, мы, кстати, даже не поздоровались с тобой в этом видосе. Привет. Привет. Есть за кадром Леха, на него не хватило микрофона, но он сейчас вытянет руку, и вы его увидите. Вот смотрите так, Леха здоровый. Давай, иди сюда. Да, да, да. Есть Леха, который тоже будет пробовать и говорить всякое за кадром. Он единственный тут сидит сейчас, попивает какой-то крафтовый пивасик. Поэтому, ребята... Специально градус набирает. Да, градус набирает. Шутки шутить. Нет, ну, во-первых, шутки шутить. Во-вторых, под пиво, ну, курица вкуснее. Давай будем честны. Мы с тобой сегодня на трезвом. Я жду 100 дней, пока я пиво не попью. А я просто поддерживаю компанию. А он еще и за рулем. Поэтому за рулем никакого алкоголя не надо нам тут. Поэтому минералочка, гриль. Сейчас будем это все дело делать. Это, скорее всего, останется за кадром, потому что я даже не знаю, как это дело снимать. У меня все камеры так установлены. Хорошо, что очень не хочется здесь все это перетягивать. Поэтому сейчас мы первую партию пожарим. Я достану первый соус и начну про них рассказывать. Поехали. Я думаю, что мы вот эти красивые... Ну, вот, пока 4 готово. Остальные пусть доходят там потихоньку. Будем снимать. Сейчас я их крышечкой принакрою. Смотри, какие красивые. Не будешь кафе сечные туда выкладывать? Прошло минут 15, наверное, да? Да. У нас там активно все жарится. Вот я 4 достал самых таких готовых. Но прежде чем мы продолжим, я хочу сказать одну вещь, которую я забыл сказать в начале. Про спонсора. У этого ролика есть спонсор. И этого спонсора я сегодня уже упоминал. Зовут его Олег. Славный дружа Обломов. Да, ребята, Олег, когда мы вот, собственно, когда ему мой друг Кевин привез эти соусы, говорит, слушай, ну, давай, у тебя идея-то классная, давай наше заведение проспонсирует. Поэтому, ребята, они придумали вместе с Вованом, с моим еще одним хорошим другом, промокод. Промокод вы сейчас увидите где-то на экране. Потому что какой конкретно промокод, я не помню. Вот, вы его видите где-то на экране. И поэтому промокоду в заведениях, в обоих, которые есть одно в Москве, одно в Питере. Опять же, адреса сейчас где-то появятся на экране. Вы можете спокойненько туда сгонять. Вы получите 10-процентную скидку на любой заказ вообще всегда. Поэтому спасибо Олегу за то, что предложил сам. Я вообще, я не просил. Он просто предложил, говорит, давай выступлю спонсором. Потому что дело не дешевое, ну, и как бы один хрен на просмотрах ты это не отобьешь. Поэтому вот спасибо Олегу за то, что он это дело проспонсировал, что вы сможете это увидеть. А вы обязательно ешьте вкуснейшие хот-доги в заведениях у Олега. Со скидкой в 10% по промокоду, который вы уже видели. За него. Да, за спонсора этого ролика. Давайте за Олега. За Олега. В общем, начнем мы с достаточно простого и унылого. И это очень важно начать именно с этого. Начнем мы с вот такой вот бутылочки. Смотрите. Это барбекю соус Хайнс. Потому что он, наверное, самый вообще продаваемый, популярный барбекю соус во всем мире. И в Китае, наверное, ну это единственный нормальный барбекю соус, который ты можешь найти. Есть еще барбекю соус от McCormick. Я его даже не стал покупать, потому что он совсем днищенское днище. Вот это нормальная штука, которая продается в большинстве стран. И в России она есть, и еще где угодно. И нам нужно было что-то для референс. То есть что-то для выставления точки отсчета. И так как это самый знаменитый, у меня они все закрыты еще, масс-маркетный соус, мы его сейчас попробуем. Мы поймем вообще, что это такое. Кстати, вы можете заметить, KFC-шных уже нету. Я их закинул туда в гриль, просто подогреться. Ну, плюс мы же барбекю сравниваем. Да, они еще и дымком пропитаются, станут барбекю. Крылья. Поэтому, так, здесь есть эта сраная мембрана. О, блин, качество Heinz отломалось. Ну, ладно. Нам его мне на полку ставить. Блин, с меня пот. Вроде, вот уже тепло. Ну, как бы, тепло. А ты просто набегался? Не, я возле гриля настоялся. Возле гриля жесть вообще капец просто. Так. Начинаем. Да, мы экономить не будем. Мы сейчас так, прям по-царски заливаем. Потому что, в отличие от острых соусов, где нужно, ну, типа, остроту варьировать, барбекю соуса созданы, чтобы вот взять вот так вот, обвалять и вот такими пальцами дать Лёхе. На. Да, я хотел так подать. Не, надо так, чтобы было. Ну, Макс, ты сам. Да. Давай. Первый соус. Ох, самый продаваемый барбекю соус на планете Земля от Heinz. Мы его пробуем исключительно ради того, чтобы просто вот точка отсчета была. Ну, классика. Блин. Ну, хорошо. Он слегка кисленький, слегка сладенький. Дымок, все дела. Дымок и от соуса есть, дымок и от курицы есть. Последнее крылышко, четвертое, отдам Максу, потому что, пока мы ждали, он сказал, наверное, раз сорок. Есть хочу, есть хочу, есть хочу. Давайте переходить ко второму, да, потому что, я говорю, про это можно долго говорить, но это все будет разведение воды. Я, конечно, люблю это делать на канале. Нейтральный, что даже сказать особо нечего, но... Это вот прикол Хайнца всегда. У Хайнца и кетчупы с уксусной вот этой кислинкой есть, и здесь есть уксус. Но я так понимаю, смотри, Лех, ты же в Америке жил, кстати, да, но я не знаю, слышно будет Леху или нет, поэтому говори чуть погромче. Леха жил в Америке какое-то время. Там все соусы уксусные всегда, особенно острые ты когда берешь. Вот я сколько американских соусов не пробовал, у них у всех всегда уксусность есть. Я не видел ни одного, чтобы вот не было даже на фоне где-то этого дела. У этого не было. Ну вот сейчас и попробуем у нас, потому что остальные, они такие, более навороченные. Сейчас, я не знаю, наверное, как-то хлопну в ладоши или что вообще произойдет. Короче, появятся следующие крылья. Так, сейчас погоди. Ну, им надо это с другого бочка. Подрумянится. Платить надо? Да. Ну, за поезд, когда ты платишь, ты покупаешь билет. А, тебя перезагрузка, да, относят? Да, она там быстро идет, там секунд стоит, наверное, чтобы сел в поезд и вышел, и лошадь по этому свагу. Хватит про лошади. У нас сегодня про барбекю. Короче, смотри, Макс, так как ты не в курсе вообще все, что это такое, буду тебе как бы рассказывать, но по сути вам. Булзай. Называется этот соус. Можете посмотреть. Вот так вот он выглядит. Сейчас что-нибудь там сфокусируется. Во, смотрите, какая красота. Ну, Булзай, это же не бычий глаз, это типа в яблочко, да, с английского, типа попадание в яблочко. В чем прикол? Это тоже Хайнс, если что. Это тоже Хайнс. В какой-то момент, где-то в Америке, в 1985 году, проходил чемпионат по барбекю, один из первых чемпионатов по барбекю. И Хайнс выпустил специальный соус, ну, типа, сделали специально под этот чемпионат. И с тех пор вот этот соус Булзай является соусом официальным какого-то, я не помню, то ли там Цинценати, то ли какой-то регион, ну, короче, какого-то вот из чемпионатов. Я уверен, что этих чемпионатов по барбекю в Америке просто как грязи. И вот один из чемпионатов, официальный спонсор, вот этот соус. Плюс этот соус в течение долгого времени был официальным соусом в Бургер Кинге в американском. Когда ты покупал что-нибудь, тебе, соответственно, вот этот соус давали как барбекю соус к этому. То есть штука тоже как бы имеет свою историю все-таки с 85-го года. Ну, тоже не хрен собачий, да? Там почти 40 лет соусу. Я думаю, что учитывая, как он прошел проверку временем, тоже должно быть неплохо. Ты будешь озвучивать стоимость? Слушай, давай сделаем так. Так как я не помню ее, я буду просто где-нибудь прикреплять вот скриншот, как мы это дело покупали. Точнее, я это дело покупал. Вот, как это дело дружи оплачивал. Так, ну все, давай, Леха. Бери. Ну, кстати, запах уже чувствуется, что немножко другой. Более такой концентрированный, мне кажется. Ну, вот уксус ушел. Уксус ушел? Вот это вот то, что, вот барбекю как раз, вот оно. Он не кислит. Он вообще не кислит. Не-не-не, у него есть кислинка. Не, ну, она какая-то на послевкусии. У нее есть кислинка на послевкусии, причем вот чем дальше, но она, знаешь, как будто яблочная. Очень-очень яблочная кислинка, именно не лимонная. Как сидр такой. Угу, угу. Как будто сидр использовался внутри. Apple cider vinegar. Вот тебе, да. Ну, реально, вот это хороший соус. Ну, то есть, если первый, вот он был такой, который, типа, блин, даже о нем особо сказать нечего. Об этом хочется говорить. Его в любом магазине покупаешь просто. Знаешь, на что похож? На шелуки твоего далекого детства. Ну, вот. Когда вот этот уксус, как следует, ты прям... Ну, только вот, на самом деле, вот, наверное, можно, знаешь, что попробовать сделать? Вот, учитывая то, что мы вот это только разогрели, KFC-шное, ну, вот, оно не пахнет дымом. То есть, оно, под дымом оно не было. Вот давай его в первый соус бомбанем. Придаст ли оно барбекюшности? Все-таки барбекю соус, наверное, это такое легкое читерство, когда ты хочешь вот грильности, негрильной еде придать. Знаешь, что-нибудь дома пожарил курочку и такой, залью соусом и как будто с мангала. Вот будет такой эффект или нет? Во-первых, сразу скажу, я капец, какой не фанат вот этой нью-орлеанской курицы из KFC, потому что вот эта кожа, она у нее такая липкая, а я люблю, когда как с гриля, когда вот она... Ты посмотри, вот здесь вот эта курица, где кожа, она прям... Она прям сухая, хрустящая. И вот эта липкая какая-то каша здесь. По коже. Вот, да-да-да-да-да-да. Она неприятная. А у KFC-то как бы, ну, есть курица. KFC-то и есть курица. И там есть такие прям штуки, что мама, не горюй. И вот, ребята, так как мы тут уже успели чуть-чуть побольше понажарить, и теперь не надо бегать 10 раз, мы перейдем к следующему. Потому что есть у нас кое-что, что когда-то, я же тут упомянул, что вот этот соус был какое-то время официальным соусом у Бургер Кинга американского. И потом на смену этому соусу пришел, наверное, самый вообще... Я не знаю, ну, не самый легендарный, но один из самых культовых вообще соусов Америки Sweet Baby Ray. Sweet Baby Ray это чувак, бывший военный, который такой чернокожий дяденька. А, нет, это белокожий, это Стабс был чернокожим. Это белокожий дяденька, здоровый такой мужик. Наверное, ну, Baby Ray его вот именно в шутку так и назвали из-за того, что он прям огромный. Я какие-то фотографии увидел. В какой-то момент он тоже где-то там то ли в 80-х, то ли в 70-х был шефом, пришел с армии, стал шефом, и в какой-то момент разработал просто у себя в ресторане собственный барбекю соус, который стал, ну, дико-дико расходиться. Потом он выкупил этот ресторан, я не знаю, то ли лицензию на соус продавал, то ли еще что, он выкупил этот ресторан, и по итогу у него, я не знаю, кто сейчас выкупил уже, тут должно быть написано, кто сейчас его производит. Какая-то очень-очень крупная компания, а вот компания называется Food Connection, хрен его знает, что это за компания, я такой не знаю, но где-то я читал, что за какие-то просто огромные деньги какая-то корпорация выкупила у него вот это дело, но при этом выкупила с тем, что он управляющий до сих пор, поэтому он имеет, сам Sweet Baby Ray имеет отношение к этому делу, я сейчас-то вскрою за кадром, потому что у меня руки все в соусе, и надо крылья перевернуть, вы слышите, наверное, звук это? Хочи-хочи. В общем, из твоего соуса как с Макдональдсом не получилось. Не-не-не-не-не, то есть у него не сперли, и на самом деле рецепт настолько как бы уникальный, что, ну, прикинь, сколько денег предложили, учитывая сколько в Америке барбекю соусом. Сейчас попробуем. Вот, да. А, вот тут написано. В 85-м году мой брат, шеф Ларри Реймонд perfected the family recipe, а, довел до идеала семейный рецепт, и вышел с сладким и тенги, как это вот назвать такой, блин, как тенги можно перевести на русский. Короче, барбекю соусом и делал их с ребрышками. Терпкий, наверное. Да, терпкий, наверное. Да, 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 да. Ну, и назвал он этот соус в честь своего никнейма. Вот так вот. Sweet Baby Ray. Короче, это очень крутой соус. И я думаю, что он сейчас нас порадует. И у нас необычная версия, да, если что. У нас sweet and spicy. сладкий и остренький. Поэтому это единственный островатый соус у нас сегодня будет. И мне кажется, он был самым дорогим, насколько я помню. Так. Сейчас мы его... Что, пробуем? Лёху, обучайся. Да, как обычно, человеку за кадром первым делом. Раз, два. Мне нравится его острота. У него острота такая, как будто её нету, но она есть. У меня на языке какое-то максимально странное ощущение. Я не знаю, что у него какой-то послевкусие есть, да? Вкус не сразу раскрывается. У него, во-первых, послевкусие есть, во-вторых, на языке, знаешь, такое... Как будто плитку включили на языке. Такое лёгкое-лёгкое тепло. И это не жжение остроты, знаешь, как будто ты перца пожрал. А такое прям тепло. У меня прям язык такой, он прям как будто нагрет. Как будто вот сам язык источает тепло. Очень прикольное ощущение. По вкусу, на самом деле, мне нравится тем, что вот он, наверное, был бы прикольной заменой вот этому. Он настолько нейтральный, прям классический, простой, сладкий. Такой барбекюшный. Такое ощущение, что вот этот, когда лучшее исполнение вот этих двух вместе. Да, 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 да. Вот тут... Кислина. Короче, вот Лёха тут за кадром замечает, что это как будто такая вот вариация из вот этих двух. Тут и кислинка посильнее вот этого, и при этом как бы вкус чуть более комплексный, потому что есть как бы какие-то другие штуки. Ты что думаешь? Ты так и не понял, что там было? Если честно, вкусно, но я бы не сказал бы, что прям вау. Не было вау-эффекта. Не было вау-эффекта, да. Хорошо. Не, на самом деле, потому что классно, когда есть разные мнения, и очень важно не то, чтобы сидеть и поддакивать друг к другу, да, а как бы пытаться понять. Так, мы сейчас прервемся на секунду и продолжим. Ты там следи за крыльями, я пойду, Лехе, запи. Вот с курией готовили, попробовали вот это. Мы, короче, начали на рынке покупать вот эти без костей, которые курицы, ну, куриные бедра без костей. Ну, вот эти вот. Ну, вот, да, 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 только мы их покупаем на рынке, и там как бы цельные бедра куриные, и, короче, тебе эти кости потом отдают. Они сами вырезают, и тебе в мешке отдельно кости отдают. Да, да, да. И у нас с тех костей что-то скопилось просто капец, потому что мы постоянно покупаем эти бедра. И я думаю, надо бы себе суп сделать, потому что мы в субботу погуливанили, это хорошо, ну, и надо супчиком поправиться, да. И я, короче, сварил просто бульон, и мне так лень было туда морковку, зажарку какую-то делать, короче, вот вообще все лень было. И у меня просто бульон был, в котором сварилась луковица, которую я выкинул, и лавровый листочек один. И я просто вот взял этот бульон, накрошил туда лука зеленого, перца посыпал, и просто вот так вот выпил там вот из одной из этих тарелок, как из ведра. Лучше любого супа, вообще ни мяса нахрен не надо, ничего, ты просто его выпиваешь, он настолько нажористый прям получился, наваристый. Палец можно. Да, 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 ну, типа как ложка стоит, да. Вот, но он такой прям офигенный был. Продолжаем. Переходим к предпоследнему, к самому старому сегодняшнему, ну, старому не в смысле, когда он сделан был, а когда он изобретен был. Короче, ох, последнее, я же хотел его достать сначала, а потом начать рассказывать, ладно. Называется это соус Хантс. Это, короче, контора. в 1888 году была образована двумя братьями по фамилии Хант. И эти два брата изначально делали консервированные помидоры. То есть их основная тема была это поставлять по Америке, консервированные помидоры, и что-то они еще делали. И вот в 1940 уже году, я не знаю, при их жизни, не при их жизни, ну, то есть достаточно дофига, там почти 60 лет, 52 года прошло с тех пор, как они контору открыли. Они решили сделать самый вообще первый массового производства еще до Хайнса. Первый вообще соус барбекю в Америке. Поэтому вот это считается самым старым американским барбекю соусом. Не самым вкусным, не самым культовым, но самым, по крайней мере, старым. Ты встряхнуть? Ну, давай встряхнем. Откупорим. Поэтому у нас все делают... Ну, да. В конце нужно будет это, места поставить. Ну, да, выберем. О, кстати, он на аромат, конечно, такой. А, ну, да. Это тоже у нас необычная версия. Это чипотли. Копченый. Копченый на... Ну, чипотли это копченые перцы. Да? Вот, соответственно, сделаны из копченых перцев. Можно понюхать? Ну, слушай, у него такое нравится. У него другой, у него очень овощной этот запах. У него реально запах прямо... Знаешь, баклажанной икры какой-то. И у него консистенция баклажанной икры тоже. Давай, да. Так, придержи. Давай. Да, у него есть аромат вот этих печеных овощей. Печеных баклажанной икры какой-то. Блин, он крутой. Я ем крыло KFC почему-то. Зачем ты ешь крыло KFC? Ты мне вот такое подсунул. Вот еще один, слушай. Это было счастливое крыло. Это было счастливое, да, мне два досталось. Он прям как не соус, он как гарнир мой. Да, 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 да. Он реально похож. Знаешь, как вот сейчас положить сюда сейчас помидорчиков на этот гриль баклажанчиков, потом блендером все это долбануть, и оно с вот этим дымковым, компченым ароматом пойдет. Он не острый совершенно. Хотя, ну, тут написано, типа, черевут чепотли, чепотли вроде как перца, но не, нифига. Не, ну вот тут вот какая-то изюминка есть. Он мега овощной, он прям мега-мега-мега овощной. Его реально можно ложкой жрать. Как обычно цены, вы видите, где-то появляются на все это дело. Но, честно признаться, я это впервые в жизни пробую. Ммм, все это да. Спасибо. Леха тут подсказал, чтобы я его показал вам в камеру, как это дело выглядит вообще. Вот такая пластиковая. Это 4 пластиковых, у нас последняя будет не пластиковая бутылка. Полкило. Что тут по весу в каждой? 600 грамм. Это 510 грамм. Оно, видимо, какое-то в унциях, да, должно быть, потому что 510 грамм, 1 LB, 1 LB это 1 фунт, да? LB это фунт. Нет, это что-то грамм 600. LB это фунт, фунт это типа 498, и 2 унции. А 498? Нет, там 488. Город, чуть меньше. 437, 28. Да, 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 да. Это же американцы, они же не могут ни в чем. Они там в бананах измеряют, знаешь, расстояние в картошке. Это не для них. Вообще, американцы готовы все там, в чем угодно измерять, расстояние и вес, кроме нормальных систем. Это тоже 510 грамм. Короче, они все вот, вот, остался у нас, ребята, последний соус, и единственный, который не в пластике. Он вот в такой солидной бутылке, тут, я не знаю, сколько грамм, 1,25, 567 грамм. Ну, нет, хотя тут больше, тут 600 грамм. В общем, тоже здоровенная штука. И вот этот соус я не видел и не пробовал никогда. И какого черта он делает вот в этом ряду соусов, про которые хотелось рассказать, и которые, как бы, ну, культовые в своей сфере, да, самый старый, самый, наверное, популярный, такой прям, ну, культовый, современный, плюс официальный соус КФС. Соус официальный для различных соревнований по барбекю, и тоже, не КФС, а Бургер Кинга. Тоже соус бывшей Бургер Кинга, и тоже популярный. Вообще просто, ну, куда без этого. Это, типа, самый продаваемый барбекю соус. И что вот этот банк-то здесь делает? А все в том, что есть у меня еще один знакомый, который живет в Техасе, не такой близкий друг, как Кевин, но другой. И когда мы с ним дело это обсуждали, он мне говорит, если ты будешь вот без этого соуса делать, нахрен не делать это видео, потому что вот это, это, типа, для тех, кто понимает, тот понимает. Это соус, который тоже, вот, 70 лет он производится, с 1946 года, благо у них тут, блин, подсказочки для меня есть. Он не содержит вообще ничего, он читается самым, типа, чистым соусом. У него там ни ГМО, ни каких-то загустителей, подсластителей. Короче, он, типа, максимально крафтовый соус. Стоит приличных бабок. Сделан, вот тут картиночка есть, покажу. Да, тут дядька. Этому дядьке уже 90 лет на данный момент. Он до сих пор занимается контролем всего этого дела, до сих пор, ну, как бы прямым управлением не занимается. Его дети, я заходил на их сайт, чтобы почитать про этот соус, называется он Киндерс, причем не Кайндерс, как можно тут прочитать, а именно Киндерс, потому что Киндер, это фамилия у чувака, у этого. И в чем был прикол? Опять же, про армию. Он был на Второй мировой войне, вроде, насколько я помню, поваром, и кормил людей дофига. И после того, как вернулся, решил просто посвятить свою жизнь кормежке людей. И открыл вместе со своим рестораном постепенно еще и маленькую ферму частную. И на этой маленькой ферме начал выращивать овощи. И на этих овощах, собственно, начал мутить различные свои соусы. И однажды вот он вышел с собственным соусом, который его дети, а его дети теперь управляют этой конторой, потому что там прямо на сайте написано, мы его, там, как, короче, благодарные ему дети, и несем его, как бы, идею в массу. А его идея, что соус должен быть максимально органическим. И поэтому у нас, как бы, сегодня такая тоже культовая штука. Вот это интересно. А, ну он тоже необычный, кстати, да. Острый с жареным чесноком. С не жареным, точнее, рост, запеченный, с запеченным чесноком. Поэтому тоже должен быть оригинальный по вкусу. Не знаю, вкусный будет. Нет, я его никогда не пробовал, и до этого момента не знал о его существовании. Дима, ну презентовал ты вкусно. Презентовал? Ну, блин, что умею, то умею. Так, дайте, вытру. Жарко. Я рядом с грилем сижу. Да, а шейки, да. Немножко потрясем. Ну-ка. Ну, пахнет он, как все остальные барбекю соусы. Пахнет он вообще не айс, если честно, как-то прям, может мне так показалось? Может быть. Сейчас все узнаем, сейчас перемешаем тут. Леха, давай по традиции. Давай по традиции, первая Леха. Сейчас традиции, подоплодицы. Давай, выбирай. А так как кафешный тебе подсунул? А нету их больше. Все, я последний дожал. Ребят, честно, почти одинаково. для меня. Только вот здесь меньше уксуса. Я не могу сказать, что это какая-то пушка-бомба. Я тоже, честно говоря, пока ничего не чувствую. Во-первых, я не чувствую чеснок. Где мой печеный, блин, чеснок? Не зря у профессиональных этих тестеров какие-то свои приемчики есть. Знаешь, там, типа, вот так поделать, там, воздуха запустить, еще что-нибудь, чтобы разные оттенки. Мы-то здесь кукаретики собрались как бы так просто поугарать. Я могу такой вывод сделать. Мы сейчас еще поговорим в конце, кому что больше понравилось, кому что меньше понравилось. Но в любом случае, дай мне вот любой из этих, я с удовольствием еду с ним съем. По крайней мере, что вот у них не отнимешь, они типа все они все вкусные. Хайнс тоже нормальный, Хайнс такой нейтральный, такой простой, просто как будто кетчупом полил. Мне кетчуп нравится? Да, вот. Ну да, то есть, вот это, нет, если ты хочешь прям вот какую-то изюминку, то, наверное, четыре остальных. Если ты хочешь максимально усредненный, ты не знаешь, кому что нравится, притащил вот эту бутылку с собой на шашель, он пройдет. Он пройдет вообще, как дети в школу зайдет. Что тебе, Макс, больше всего понравилось? Для меня номер один, вот. Да, он прям, прям огонь. Во-первых, сама консистенция у него такая густая, овощная, вкусная. Вот, он в меру сладкий, в меру кислый. То есть, ну, баланс вкусный. Я, кстати, удивлен, я на самом деле, знаешь, такой думал, блин, а барбекю соусы же все сладковатые. Сейчас Макс, наверное, будет плеваться со всего с его любовью к кислоте и не любовью к сладкому совсем будет плеваться вообще по полной программе. Ну, нет, я смотрю, ты прям даже удовольствие получил. Да, вот этот хороший. Короче, ну, я не знаю, будет ли у меня он на первом месте. Я вот что удивлен. Я когда все это собирал, во-первых, кроме Хайнса, я последний раз все остальные пробовал годы назад. То есть, даже вот этот Sweet Baby Race, который я любил, я последний раз пробовал до пандемии, потому что вместе с тем стапсом, который вообще, из-за которого этот ролик и существует, я как бы вот этот очень давно пробовал. Я его помнил, просто вкус где-то в голове у меня остались, знаете, как воспоминания отмороженного из детства. У тебя вот есть вот этот эффект утенка, когда ты первое что-то попробовал, ну, тебе прям бомба, пушка, пуля вообще. И вот у меня с этим Sweet Baby Rain, ну, я сейчас пробую. Во-первых, да, вот этот, и я вот это бы сейчас ел. У меня вот почему-то удивительно, но факт, он мне показался просто максимально таким, ну, типа сбалансированным. Там и кислота, и сахар, и мне понравилась яблочность на послевкусе, она прям реально классная. Он просто доведенный до ума хейнска. Да, 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 это вот взяли вот это и довели еще просто вот до следующего уровня. Вот этот на максималке, и все. Вот этот, блин, он классный, конечно, но все-таки я больше... А какая стоимость у него? Не помнишь? Слушай, не, я сейчас не вспомню уже. Я их покупал в течение нескольких месяцев. В Китае все-таки нельзя адекватно оценивать их цены, потому что здесь, ну, перекуп на перекупе, и все это произведено в Америке, все это завезено сюда какими-то очень маленькими партиями, да, там, отдельными доставщиками. И кроме вот этого, потому что это в Китае официально продается. У этих даже, ну, у этого даже наклейки на китайском нету, у этого нет наклейки на китайском. Просто, чтобы вы понимали, в Китае, если ты хочешь официально что-то продавать, ты должен пройти определенный набор процедур, и в составе этого набора процедур ты должен получить вот такую вот наклейку, где, ну, она прям официальная наклейка, там ее выдает тебе определенное китайское агентство, в котором состав, БЖУ и прочее, прочее, ты... Ну, язык страны, где это выдаётся. Ну, да, и ты не сам, ты не можешь сам эту наклейку сделать, они тебе по своим стандартам делают. Грубо говоря, должен пройти сертификацию. Ну, грубо говоря, да. Вот здесь пройдено, вот у этой бутылки тоже есть такая наклейка, вот у этой есть, вот у этих двух вообще ни хрена нету. Ну, а здесь вообще всё на китайском с самого начала. Нет, тут, наверное, просто их какого-нибудь контрабандой завезли, там, Сидён Кон, прям сто пудов контрабас какой-то парочку штук. Интересно, как проходит сертификация в Китае эти соусы. То есть, они сидят такие, что-то шао-хао. Да, 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 шао-хао, всё, шао-хао. О, это уже Кей-Ти-Ви. Да. Ну, и вот, и, короче, как-то эти соусы всё-таки попадают, и цены здесь неадекватные. Если вы посмотрите на ту же вот американскую стоимость этих соусов, они все такие, что их можно чуть ли не просто вместо обычного кетчупа жрать. Ну, если они по цене, там, типа, три бакса, пять, там, самый дорогой, который я видел, стоил, типа, четырнадцать долларов, но это уже он в какой-то прям упаковке был чуть ли не килограммовой, такой там. Я это обожаю до выхода из магазина. Да, да, да. Кто-то кланяется. Эти дети с лампочками там стоят с флагами, с какими-то, причем китайские в США. Вот. И, короче, да, вот такое было. А эти все там три бакса, четыре бакса стоят. А здесь ты смотришь на него, и он такой соточку. И ты, ну, что-то как-то возьму кетчуп Хайнд за шесть девяносто. Вот, за доллар. И все, и нормально. Вот, то есть, стоил бы он как в США, и можно бы, вот, завозили бы его как вот сюда. Да, вот этот стоит, типа, сколько, двадцатку он стоил, или типа того, или вообще девятнадцать, его я не помню. Ну, какой-то очень адекватный ценник за полкило, за шестьсот грамм соуса. Это можно жрать и жрать. Если бы они все так официально завозились, я бы только их и ел. Ну, просто берут, как обычно, самый популярный, самый дешевый, да. И берут массовостью, наполняют рынок. Ну, да. Вот этот, возможно, там дороже на один бакс, но уже себестоимость будет дороже, там, в два с половиной раза. Ну, видишь, еще у китайцев, блин, вкусы специфичные. Вполне вероятно, что вот эта какая-нибудь копченка не заходит им, да, не заходит какая-нибудь лишняя кислинка яблочная. Вот была бы уксусно-рисовая кислинка, она же другая, такая более сухая. Сливовая должна заходить. Вот, сливовая должна заходить, потому что у них много такого, опять же, у них этот, ван лао джи, или как он там называется? Ван лао дзи. Ван лао дзи. Ван лао дзи. Нет. Как он называется? Ван лао дзи, по-моему. Мне тоже кажется, ван лао дзи он называется. Есть два, есть ван лао дзи, и есть... Ну, который в красной банке, классика. Красный ван лао дзи. Ван лао дзи. Ван лао дзи, да. Вот, ван лао дзи. И, соответственно, вот ван лао дзи, он сливовый до жути, он просто, как будто ты компот пьешь. Компотик такой. Да. Только очень-очень сладкий, прям переслащенный в говнину. Ну, вот. Здесь на рынке, но по какой-то причине не существует. Мы еще не попробовали. Ты не доготовил еще. Ну, смотри. Макс. Да нет, это я перевернул. Это мы уничтожили те крылья, да? Ну, получается, да. То есть, пересидели. Вот здесь вот, смотри. Мы не пересидели. Ух ты, блядь. А что они так быстро? Слушай, а, наверное, они из-за того, что покрыты этим соусом, он же тоже сахарный. И он сгорает моментально. Их надо вообще прям... Ну, их нужно почистить, может быть, попробовать. Какой-то почистить. Забьем их соусом. Спасет ли соус сгоревшие крылья? Или хайенс. Неожиданный... Уксус спасет все. Вот. У вас горели крылья в соус хайенс. Слушай, ну, вот сейчас это... Экстремальную кулинарию попробуем. Вообще неожиданный контент попер. Ощущение, что мы еще прибухивали все это дело. И знаешь, такой типа, а, давай, уже все. Топи, топи, брати. Ну, как ничего? Ты просто с другой стороны их не видел. Главное, правильно подать. Ну да, то есть, в целом, выглядит-то достаточно аппетитно, если так-то посмотреть. В целом, неплохо. Но... О, а какой там из них? Ой, а ты как-то... Подожди, они как-то там выглядели хуже. А вот он... Ты что, их почистил там, что ли? Волшебство, волшебство. Вот оно, волшебство. Максовское всплыло там снизу. Следитель за крыльями. Такой прям. Можно на колено на одной перед ним вставать. Да, да, да. Вообще, крылья, крылочие... Давай самым обычным. Давай второй. Давай второй, хорошо. Так, давай выберем какие-нибудь три самых адекватных. Может, попробуем без этого? Мы же хотели сравнить с KFC. Давайте сначала без этого попробуем. Давай без соуса. Вот три мы оставим без соуса. Сейчас свалим кости. И три каких-нибудь поприличнее я сейчас выберу. Что это за звуки? А, это мой стул. Я думаю, что это такое подо мной? Очень горячо. Очень горячо. Так, а это мы зальем соусом и пусть соус как раз немножечко там впитывает. Вот так вот прям по крыльям. У этих уже есть преимущество на самом деле перед KFC-шными, потому что мы их делали на гриле и у них хотя бы есть корочка нормальная. Хотя она вот она тоже такая. Ладно, давай попробуем. Ну, чуть больше корочки там уже появляется черная корочка, знаешь? Очень горячо все равно. Такая параша. Параш, да? Ого. Как будто Walmart. Короче, правильно Макс говорит, в Walmart, в супермаркетах китайских, ну, как бы, он не китайский, но в Китае, в Walmart, есть типа кулинарии отделы. И там готовую продукцию продают, там вот эта курочка. Ощущение, что они прям из этих пакетов их и разогревают. Ну, или, по крайней мере, они это просто соус огромными баками закупают, тот же самый, обваливают курицу в них, который подходит уже, знаешь. Ну, прямо, честно говоря, мангал не спасает. Я даже есть и доедать не хочу. Что, проверим, спасет соус или нет? Как думаешь? Давай. Эксперимент. Блин, ну, что у нас? Получится. Вообще, другое дело. Знаешь, не хватает хрустящей корочки. Все равно, вот эта консистенция мяса как будто чуть губчатая. Вот, когда мы вот обычные крылья едим, у них более волокнистая структура. А у этих какой-то маринад очень странный, что ты ешь курицу, она как будто вот из губки сделана. Это такой майонад, который вообще все в Китае превращает в один вкус. Вот это он. Да, да. То есть, не важно, свинину положи туда, говядину, все что угодно. И она будет так же. И он как-то очень сильно размягчает мясо. Вот я говорю, что консистенция губки, она не мясная консистенция, она консистенция для людей, у которых зубов нет. Помнишь, как мы эти купили хорошие типа ребра, дорогие? Да, 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 вот мы ребра такие купили как-то раз. По вкусу как колбаса. Прикинь, ты их просто жаришь, а они по вкусу как дешевая колбаса. Просто. Вот так вот. Как колбаса вот эта вот молочная, знаешь, ты пожарил ее. Да, 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 да. Причем дешевая такая молочная колбаса. Будете в Китае, никогда не покупайте вот эти крылья уже замаринованные заранее. Такая параша. Все попробовали? Да. Даже обгоревшие странные крылья, они у меня, кстати, остались, знаешь, чего? С посиделок, с Энниными родственниками. Мы покупали, короче, разных всяких штук. Ну, я специально старался с китайским вкусом, знаешь, все покупать, потому что все китайцы были, как бы их там почивать нашими майонезами и прочим, они все равно не поймут. Зашло же в прошлый раз. Да, но я просто, понимаешь, они не ценят такое. То есть, вот свое, когда свои вкусы у них, они такие типа, о-о-о, кайф. А когда ты им даешь, они такие, ну, норм. И вот, то есть, затраченные силы не соответствуют реакции. Нет, конечно, да, согласен. Вот, и соответственно, я решил, какой майонез, что заморачиваться? Это вкус детства, грубо говоря. Как привык, так и... Именно, именно, да, да, да. Китайец, который там 7-8 лет живет в России, ты ему даешь вот этот китайский соус, как вот он был. И он там такой... Серьезно, у вас есть? Так, как у нас. Попробуй сейчас, найди какого-нибудь там чувака из России и свари ему гречи вкусной, которой не был там лет 10 дома, да, и свари ему просто гречи. Нет, картошка, картофельное пюре и котлетки, знаете... Да, и котлетки, как у бабушки. Нет, нет, как в школьных столовых подавал со вкусом бумаги. Вот эти вот. Нет, но это не из той серии воспоминаний. Самое главное ложкой вот так сделать. Раз, два. Да, да, да. Да, 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 да. И сверху полить коричневой вот этой жижкой слегка, да? С котлетом. Да. Подливой такой. Нет, котлетоз обязательно, чтобы был со вкусом бумаги. Ну вот, короче, вот такое что-нибудь дай, да, и покажи эту котлету со вкусом бумаги какому-нибудь нормальному человеку, он такой, блядь, блядь, что это? Что это такое? А тот просто смолит ее просто потому, что вот эффект утенка опять, вкус детства. Я был, ты, 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 ты. Да. Ну и все, и получается, что вот я тогда набрал, у меня там еще лежат маленькие шашлычки китайские, но это уже как-нибудь в следующий раз. И вот эта курица, и я думаю, надо бы сегодня, вот раз она есть, надо бы сравнить. Но барбекю соус спас. Я что хочу сказать, таких соусов на самом деле наберется еще на один выпуск. Есть и йошида, это, ну не знаю, сейчас вот картинка где-нибудь появится, йошида соус, есть опять же тот же стабс, есть еще другие всякие соусы, есть очень прикольный турецкий один барбекю соус, который тоже интересно было бы показать. И хочется сделать второй раунд, что-нибудь там через несколько месяцев, может через полгодика, ну так, чтобы не частить с этим делом. Поэтому все, как обычно, зависит от вас, ребята. Все вот от вашей реакции, от вашей активности. Мы стараемся как можем, едим прям как не в себя, поедаем за ваши грехи все. Вот. Поэтому спасибо огромное за то, что посмотрели эту странную, вообще, это странное видео. Что тут происходило вообще? Как тут происходило? Да, 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 да. У меня еще после всего этого дня съемок, мы просто сегодня, я уже говорил, снимали с Максом эти кислые конфеты, вы это видите с разницей там в неделю, а мы это снимали с разницей в час, в два. И когда ты проводишь много времени там на солнце, немножко башка начинает плыть, и под вечер начинаешь лагать уже сильно. Поэтому в любом случае, тем, кто досюда досмотрел, кому оказалось интересно и весело и задорно то, как два не самых худых дядьки жрут. А самое главное, тот досмотрел до конца и не пошел кушать. О, если человек не пошел кушать, что с тобой не так? Крылья. Крылья, кстати, да. Давай, Макс, иди поворачивай крылья, я буду прощаться. Спасибо, ребята, еще раз. Никогда не устаю вас благодарить за то, что смотрите. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Телеграм. Сейчас где-нибудь, пока Макса нету, QR-коды будут вот здесь появляться где-нибудь. Вот здесь QR-коды появятся. А если вы не можете сосканировать QR-код, все ссылочки в описании, так же, как и ссылочка на Бусти, потому что это единственный способ сейчас для небольших каналов выживать, покупать вот это, потому что не всегда найдутся такие добрые люди, как Олег, который просто вот от доброты своей душевной говорит, прорекламируй мою сосисочную, а я тебе денег дам на покупку всего этого дела. Олегу еще раз огромное спасибо, а вам удачи, отличной погоды, чтоб классненько было, чтоб у вас приходили тоже приятные люди, как Макс, как Леха, и вы с ними делили какие-то прикольные вот такие впечатления. Мы с вами увидимся уже очень-очень скоро в новом видосике, а у меня на сегодня на этом все. О, ты там чай пьешь. Ура. Ну ладно. Да, ура. Спасибо, пока. Это коньяк. Это чай, если что. Причем чай, барли, барли, это не солод, или солод, барли молд. Смотри. Короче, на видео. Да, 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 да. У нас крыльям влажайно. Да нет, мне нормально, нормально. Это как за крылья. За крылья, да. За крылья, да. Ничего, конечно. А, мне кажется, получится вообще зашибись. Ну и хорошо. Очень хорошо, когда получается зашибись. И тут чисто отделилась, по-моему, однокожая. В смысле? В смысле? Ну, тупо кожа отделилась. А, теперь ты тупо кожу жаришь? Нет, ну в смысле вот здесь был кожа с мясом, и тут кожа просто отделилась. А, ну окей. Ты ее сделай. Да, давай, это, крышкой прикрой, придуши. Энни попросила, говорит, напишите, как закончите съемку, потому что она хочет прийти своих кальмаров жарить. Окей, хорошо. И можешь попросить, чтобы она черную ручку взяла, быстренько написала. А, точно, тебе же еще контракт там какой-то. Это, короче, в прошлый раз, вот с которого остались вот эти крылья странные китайские, сижу дома, никого не трогаю. Энни говорит, слушай, сейчас тетя придет вместе с своим сыном, ну, с ее братом двоюродным, что-нибудь закажи там, ну, каких-нибудь крыльев, разожги свой гриль, давай, мы пожарим сейчас что-нибудь, там, крабов каких-то пожарили, и, типа, ты сделаешь, и вместе похаваем. Я заказал этих микро-шашлычков китайских, которые без соуса, без ничего, вообще вот, без ничего, просто такие... Чистая нафа, да? Чистая нафа, она такая, мясо-жир, мясо-жир, мясо-жир на палочке. Ну, понял. Ну, жир для сочности нормальный. Как шаука украшения. Да, 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 сосисочку. В общем, заказал этого дела, заказал вот этих крылышек всяких разных, стою, жарю, и просто сначала тетя с вот этим сыном своим подтягивается, а сын, он чуть старше нас, ему что-то, типа, 42, типа того. Вот. Потом подтягивается еще одна тетя, но уже без сына. Потом подтягивается два соседа, короче, мужского пола. И еще одна знакомая. И тут на крыше в какой-то момент вместе с родителями, с Энниными, вместе с Энни, вместе со мной набирается что-то человек 10-11. Просто толпа. И на столе просто начинает появляться прям еда, 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 еда. Я просто смотрю, а я здесь с грилем стою, ну, вот ровно на том же месте, поставил одну из ламп своих, короче, жарю что-то, вот, общаюсь с братом, с ее, и я смотрю... Каждый что-то свое приносит, да? Нет, нет, Эннина, мама, они, короче, напринесли ингредиентов, Эннина, мама вместе с Энни начинают просто, как, знаешь, на профессиональной кухне прям фигачить. И только успевают тарелки какой-то, то овощи. А китайская же кухня достаточно простая, ну, типа, взял овощи, обжарил, принес. Взял яйцо, обжарил, принес. Взял краба, обжарил, принес. И, типа, главное, там соусы и специи правильные закидываю, и все, и погнал. И вот такие просто такие тарелки появляются, появляются, появляются. Мои шашлыки, там, курица. Я успеваю только выкладывать, дожаривать. Короче, и все начинают есть, есть. Один ящик будвайзера, второй ящик будвайзера. Потом как-то спускаюсь пописать в квартиру, смотрю, бедная владелица вот этого магазина, где ты сегодня пиво покупал, с двумя ящиками, вот так, на седьмой этаж. А ей, ну, она такая, она женщина хрупкая. И, короче, она с двумя ящиками пиво такая фигачит наверх. Я говорю, давайте помогу. Я прям смотрю, благодарность в ее глазах, знаешь. Такой, беру, не эти два ящика, принес сюда. Вот, а там, там же как все? Просто сидишь-сидишь, ей Вичат написал, типа, там, Марья Ванна, неси ящик еще, у нас оканчивается. И она фигачит, а что? Она владельца магазина, денежку делать надо. Детям тоже надо вкусняшки покупать на что-то. И все, она фигачит, и тут же Вичатом скидывают. Соответственно, никаких там прямых денежных отношений нету, все, Вичатом решается. В общем, и в какой-то момент просто еда останавливается. То есть не еда, а процесс поедания еды просто все прекращают есть. Энни говорит, неси стол. Я только в смысле. Неси вот этот свой стол раскладной. У меня есть стол, который я купил вот до этого, чтобы ролики снимать. Неси тот стол. Он у меня там вот в коридоре стоит. Приношу раскладный, говорю, зачем стол? Она говорит, смотри, что будет. Приходит наша соседка с шестого этажа, приносит вот такую коробку. В коробке лежат карточки. Каждая карточка обозначает какую-то сумму денег. И несколько новых нераспакованных колод карт. И тут просто такая покерная заруба. Причем надо понимать, что всем вот там этим покерным людям от там 65 до 80 такого возраста, ребятки, тут такая заруба началась. Мне они говорят, ну я спускаюсь там уже своими делами, занимался какими-то, раз в час выхожу, а вся эта ваканалья началась часов в 7 вечера. И я где-то в час ночи в очередной раз поднимаюсь, она мне говорит, вот этот дедочек только что там 8 тысяч выиграл. Вот этот дедочек только что 5 тысяч всрал. И я такой, а ничего дедочки, а там дедочки, знаешь, в майках-алкоголичках, вот в этих ритузах своих. Там сидят один такой лысенький, один просто бодренький старикашка. Просто капец. Я говорю, а что происходит? Она говорит, из-за пандемии, там как раз вот этот разгар был, когда, Макс, у тебя район заблокировали весь, запретили внизу для стариков эти игры. И им делать нечего. Они говорят, давайте пожрем, да, ну и позанимаемся тем, что мы любим больше всего. Пофигачим там в этот. Стол для Мадзяна сюда не принесешь. Ну, соответственно, что остается? Покер китайский. И все. И если на Мадзяне, там я смотрю, они там кто-то 200 юаней всерает, кто-то 300 юаней. Тут прям тысячи только успевают улетать. Причем у них, он покер же другой, там и карты другие, и как бы все вообще по-другому. Но, блин, такое вообще, я просто смотрю на этих людей, они с каменными лицами, как будто они не на крыше, блин, где-то вот дома, да, а прям в Макао или там в, я не знаю, где-то еще сидят в каком-то казино профессиональном. Такое все там, мозговая деятельность, все на лице. Ты знаешь, как бабушка в банк приходит, ты сидишь, ждешь в своей очереди, и она такие стопки наличники, когда еще складываете маленькую сумочку, сумочка, знаешь, как этот, челночники раньше не ходили. Да, 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 мечтаем. Пошла. Понятно теперь, где они их тратят. Да, да, да. Для чего они обналичивают? Я их вижу, как они обналичивают, но я очень редко в последнее время в банках бываю, но вот когда приходишь, там постоянно есть такая бабуля, она всегда бабуля, она никогда не женщина в возрасте, там не мужчина, это всегда бабуля. И там эта бабуля всегда такая, типа, так, сумка, сюда клади, и там котлеты, погнали. Или наоборот, приходит с такой сумкой, прям тяжелой, ты думаешь, ох, ты же бабуля, кирпичи какие-то там таскаешь, а она эти кирпичи выкладывает и на счет к себе с вот таким количеством налей. Эх, я этих бабуль тоже насмотрелся. Бывают баблишки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok